Хоть родиной фестиваля является Сергиев Посад, были времена, когда телевизионные братья перемещались и в другие города Подмосковья. Так в 2011 году площадкой для встречи журналистов стал Ленинский район. Гостей разместили в городе Московский, который тогда входил в границы муниципального образования. Однако основная часть фестиваля проходила в Видном, в том числе и съемки престижной номинации конкурса «Репортаж с колес». А это задание не из легких. Если в остальных номинациях на суд профессионального жюри принимается уже готовая работа, то здесь сюжет предстоит снять, а оценку получить у зрителя. Условия жесткие, но честные. За один конкурсный день ты должен найти тему, снять видео, написать текст и, конечно, смонтироваться. Причем и на монтаж, и на отсмотр дается только один час. И если ты не успеешь, тебе не повезло уже садиться другой. Сам же репортаж длится только две минуты. За эти две минуты ты должен раскрыть тему так, чтобы в вечернем прямом эфире жители отдали голоса именно тебе, и ты получил эту заветную братину. Итак, вернемся на пять лет назад. 6 октября 2011 года на суд зрителей района своей работы представили 16 телекомпаний. Пицца ест! Пусть! Так весело и задорно поздоровались истринцы. Про дворников нам рассказали журналисты Егоревска. Сразу две телекомпании затронули тему строительства метро в Видном, а команда сборной России, в которую входили два города, Ижевск и Орел, помогали жителям улицы Школьной. Уже два с половиной месяца проблема улицы Школьной не решается ни с помощью местных властей, ни с помощью журналистов. Может быть, на сюжет сборной России обратят внимание. Братинцы нашли много интересных тем и героев. Им у нас очень понравилось. Что и говорить. Город видное, местечко завидное. Мы в Искресенце по-хорошему завидуем местным жителям, которые так трепетно относятся к своему городу. Все репортажи показали в прямом эфире. Жители поддержали гостей фестиваля. Зрительское голосование было очень активным, и каждый репортаж нашел отклик. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Олег, очень понравился сюжет «Глаза мои». Итак, мы с вами прощаемся. Спасибо вам большое. Всего доброго. А я не прощаюсь, я говорю, свидетель. И мы все говорим до новых встреч. Когда ведущая Сергиева Посадского телеканала «Тонос» Елена Георгиева говорила о будущих встречах, никто не предполагал, что ровно через пять лет и, как ни странно, день в день Братинский десант вновь окажется на улицах Видного. 2016 год президентом России был объявлен Годом кино. И поэтому Братином в этом году было решено провести на территории Домодетского округа. Мы все знаем, что там находится Госфильмофонд России, сокровищница наша. И нам именно в этом и повезло, потому что именно к телеканалу «Видное ТВ» обратилась администрация фестиваля Братина. И президент пригласил нас принять участие, вернее, принять участников самого престижного конкурса «Репортаж с колес» на территории Ленинского района. Часто репортажи, снятые в номинации «С колес», становятся резонансными. На прошлой Братине именно наш телеканал помог местным жителям. Мы совершенно случайно нашли тему, которая зацепила и зрителей, смотрящих этот сюжет, и, самое главное, администрацию. Как-то вот мы нашли тот крючочек, который поднял эту тему и создал определенный резонанс. И администрации ничего не оставалось делать, как только проявить какие-то действия и помочь людям. Журналисты «Видное ТВ» трижды становились победителями этой номинации. В этом году по условиям конкурса мы не сможем принять участие в «Колесах». Но опять будем работать в прямом эфире и ждать ваших звонков с оценкой репортажей коллег. Я хотел бы обратиться к нашим телезрителям. 6 октября в 20.00 стартует номинация «Репортаж с колес», где мы покажем все сюжеты других телекомпаний. И это будет очень интересно, это будет интерактивно. Поэтому приглашаю всех принять самое активное участие в этой номинации. Мы все с нетерпением ждем открытия фестиваля. Ведь «Братина» — это праздник творчества, профессионального общения и ярких побед. Елена Бабина, Владимир Бижонов, Евгений Садовский. «Видное ТВ». «Братина» — это праздник творчества, профессионального общения и ярких побед.